Купить квартиру в строящемся доме и не остаться у разбитого корыта. В нашем регионе проблема обманутых дольщиков стоит особенно остро. Чтобы защитить их права, федеральные власти разрабатывают все новые и новые механизмы. Одно из нововведений 2018 года – единая информационная система жилищного строительства. Вот так выглядит сетевой ресурс Минстроя нашдом.рф. На нем застройщики обязаны размещать информацию о возводимых объектах. В каталоге новостроек можно выбрать интересующий регион и посмотреть общую картину долевого строительства на территории области. Так, в Иванове и Кохме сейчас 76 строящихся домов. По каждому объекту можно узнать дополнительную информацию. Там и разрешение на ввод в эксплуатацию, и исключение экспертизы на проездную документацию. Должны заключение соответствия, выданное контролирующим органам, размещать, по сути продублировать всю информацию, которая у них находится на официальных сайтах. Но только это будет все в единой системе, в одном месте. Большинство представителей строительного бизнеса региона уже добавили свои объекты на сайт нашдом.рф. Так, компания «Славянский дом» разместила все четыре объекта, один из которых – жилой комплекс «Шереметьевская миля» на набережной реки Уводь. Единственное, чем беспокоены застройщики – непопулярностью этого сайта у населения. Ведь вся информация и так в открытом доступе на ресурсах профильных компаний. Данная система подходит как для застройщиков, так и для граждан, участвующих при приобретении квартир. Данный ресурс позволяет собрать в целом, как бы в едином месте, полный перечень застройщиков и всю информацию. Данный ресурс является частично дублером официального сайта застройщиков. То есть на нем есть информация как о компании, так и о проектах строительства. Всю информацию, размещенную на едином портале, будет проверять Департамент строительства и архитектуры. Впрочем, по закону и сам застройщик обязан предоставлять только достоверные данные. В ближайшие месяцы заработает дополнительный функционал сайта, разделы, где можно будет детально изучить разрешительную документацию. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.